Какие могут быть развлечения в иммиграционном лагере? Первое, ну, естественно, это школа, школа английского языка, она у нас с 8 утра до 11. То есть, когда заканчивается завтрак, ты после завтрака через 3 часа можешь спокойно пойти в школу английского языка и находиться там до 11 часов. Что представляет из себя школа? Это такие большие классы, это компьютеры, это преподаватели, это доска, это изучение, наверное, я так думаю, английской речи, письменности и так далее. Просто я туда не попал, потому что, ну, было мало, хотя я сразу записался на курсы. Как можно записаться на курсы? Это будет следующее видео, я взял с собой много-много-много всяких документов, которые я покажу в следующем видео. Можно будет посмотреть, как ведется переписка из лагеря в службу Айс в Сан-Франциско, непосредственно в лагере, как вы запрашиваете, допустим, какие-либо услуги внутри лагеря. Вот. Следующий момент – это библиотека. С часу дня до двух дня вы можете воспользоваться библиотекой. Я был в библиотеке, я искал переводчик маленький, русско-английский, вот, кстати, в библиотеке именно в этом месте работает американец, супруга у него русская, вот, я так думаю, что это она принесла эти книги, потому что там есть такой уголок, там русские только книги, я посмотрел, ну, что я там нашел, да, там, ну, «Не знай-ка на луне», «Заключение Барутины», в общем, все такое вот сказочное, да, и переводчика не было. То есть, это была большая проблема, вот, и потом я уже начал просить службу Айс, чтобы мне предоставили переводчик, ну, я имею в виду маленькую книжечку, технический салатик. Они мне его не предоставили, потому что я уже выехал. Следующий момент – это медицинский центр. Кстати, по поводу библиотеки вы можете брать не для собой, не более пяти книг, то есть забирать. В камеру, да? Да, вы можете забирать. А медицинский центр, медицинский центр с 8 утра, все зависит от того, что у вас болит, все делается бесплатно. Диагностика здоровья бесплатна, там просто суперкрутые и продвинутые всякие разные технологии, которые применяются. Я имею в виду там стоматология, то есть даже здесь, в Москве, не везде можно… Врачи квалифицированы. Да, да, врачи просто квалифицированы. Мы даже, когда проходили комиссию, я сумел пообщаться с врачом, он американец, он приехал, эмигрировал 25 лет назад из Китая. Да, то есть он врач, мы с ним поговорили. То есть все только самое-самое передовое, самое новое. Но это из-за того, что… Это из-за того, что… Это из-за того, что у нас можно этим пользоваться, да? Потому что как происходит вообще вся эта ситуация, связанная с иммиграционными лагерями, да? То есть правительство просто оплачивает частным лицам, и чем больше услуг ты будешь получать внутри этого лагеря, тем больше денег зарабатывает тот, кто вложил в этот проект, в этот бизнес. Там просто деньги, там просто бизнес, и ты можешь этим пользоваться. Чем я, собственно, и пользовался, я сразу в медицинском центре полностью решил проверить здоровье, там, зубы и так далее, и сразу прям записался. Но опять же, времени было мало, и я не успел. Вот. Каждое воскресенье вы можете сходить в церковь. Вот я пошел интереса ради, мне было интересно, это американская церковь. Католическая, да? Нет, это не католическая, это евангельская. То есть там поют, там танцуют, там все очень здорово, там пастор, который вот в американских программах, ну, обычно, да, там заводит такой, заводил. Да, да, это все есть, и все это вы увидите. Но на самом деле, когда хочется что-то, да, ну, не сидеть же там фактически весь день, да, в этой комнате. Конечно, это разнообразие. Да, разнообразие плюс английский язык, там можно попрактиковаться. Там только собираются те, кто общается на английском, да, на американском, и вы туда попадаете, вы можете общаться. Также вы можете пообщаться с пастором, причем, если английский не очень, то вас сразу поправят, вам помогут. Ну, общение там, это просто супер среда. Я вот сейчас приехал сюда, мне очень сложно говорить по-русски, я вообще забыл. Так, и стирка. Как осуществляется стирка? То есть, у вас грязное белье, вы его складываете в мешок, подписываете на бирке номер своей комнаты, и кладете в специальный такой контейнер. На следующий день у вас уже все будет чисто, все это вернется к вам, вы можете этим воспользоваться. Здорово. Да. Итак, такой распорядок дня. Вот, в следующем видео, как я говорил, я подготовлю бумаги, которые сопровождали меня весь процесс. Это то, что связано с интервью, это то, когда мне назначали интервью, это тех адвокатов, бумага, за которые я подписывался, которых мне давали. Это та внутренняя и внешняя переписка, которая у меня была. Это то, что я писал иммиграционным офицерам, это то, что я получал от офицера асайлум. У нас есть офис асайлум, это как раз те ребята, которые будут проводить с вами второе интервью. Это как раз те ребята из асайлум-офиса, которые будут готовить документы для суда. Как я говорил, второе интервью – это просто сбор документов. Асайлум-офицер не ставит оценку и не говорит точно, что, но не может сказать, выигрышный ли ваш кейс, действительно ли ваш кейс сформирован правильно, это все будет на суде. Из-за этого вопрос с залогом решается исключительно на суде. Итак, ребят, подписывайтесь на наш канал. Ну, а в целом, многие наши клиенты интересуются какими-то негативными моментами. Есть они там? Или в целом все было достаточно безопасно и позитивно? Негативный момент, вот сразу я испытал, когда все-таки, ну, мы были пять месяцев в Азии, да, у нас было четыре страны, даже пять стран, в которых мы делали видео, там, клиенты, посольства и так далее. Это было море, это было солнце, это была полная свобода. Вдруг вы оказываетесь, вот, знаете, как щелчок. То есть я прилетел из Сербии, и вдруг я оказался в этом большом автобусе, в наручниках, там, контраст очень большой. Да, контраст, эти вот ребята черные, вот этот рэп, вот эта вот ночь, да, калифорнийская, холодная, и вот мы едем по каким-то непонятным темным трассам. Это, пожалуй, первое, да. И второе, все-таки, когда вы попадаете... Да, я согласен, Америка свободная страна и так далее, но когда вы попадаете в то, что связано с полицией, да, то, что связано с шерифами и так далее, ну, не будет там беспредела, его не будет. Но будет вот очень жесткая вот эта вот законная мера, которую могут к вам применять. То есть за нарушение наручники могут надеть, там, отдельно отправить в какой-то карцер и так далее. Ну, если вести себя нормально по человеку, то это все берут. Да, то есть, а так, ребята, мексиканцы, они просто, они веселые, они позитивные, они мне помогали. Вот когда я уезжал, у меня был вот этот стол в этой комнате, в этой камере, он был просто забит фруктами. Они мне носили фрукты, сладкую воду, потом начали мне покупать, когда узнали, что у меня нет кэша. Потому что мой товарищ Гомес, он рассказал просто, они русотуристы, то есть они понимали, что я езжал как турист, и вдруг вот, ну, ошибка просто так вышла. Вот, и все, в принципе, мне сочувствовали, и это было здорово. То есть, хорошие ребята. Так, больше, что, ну, я не чувствовал там какого-то дискомфорта. Просто, если вас депортировали, либо вы получали много раз отказ в визе, да, когда у вас нет другого варианта въехать в США, но я просто очень рекомендую, ребята, этим можно воспользоваться. Это можно сделать через Мексику и оказаться именно в этом лагере, да. Это можно сделать через аэропорт, если вы летите транзитом. Но самое главное, у вас должна быть история, у вас должен быть кейс, и у вас действительно должен быть страх возвращения к себе на родину. Это может быть направление религии. Как вы знаете, у нас сейчас по закону мировой не все религиозные конфессии могут проявлять себя и вовлекать в свои общины кого-то, да. То есть, миссионерская деятельность сейчас полностью запрещена для многих конфессий, которые пришли к нам из других стран. Вот. А также сексуальная ориентация, то есть, может быть, какое-либо давление, дискриминация на этой почве. Кстати, мне дали, я в следующем видео покажу, листки с адвокатами. Да, есть адвокаты, которые бесплатные, которые работают исключительно по ЛГБТ направлению. То есть, это можно будет спокойно использовать. И третье – это, конечно же, политика. И все, что связано с политикой и с государственным режимом мы строим, из которого вы приехали. Если что-то вам там не нравится, если действительно есть какое-то опасение вам, либо вашей семье, вы можете этим воспользоваться. И еще момент, ребята. Когда вы приехали туда, а ваша супруга или ваши дети остались в вашей стране, то есть, вы приехали один, после того, как вы прошли суд, после того, как вы вынесли залог, вы можете со своим адвокатом решать вопрос, связанный с вашей семьей. Чтобы ваша семья приехала в США в особом статусе, и это можно сделать. То есть, не будет такого, что вы будете, как, допустим, вы подаете на ассайлум статус внутри страны, когда въехали по туристической визе, вы подали и ждете 2-3 года, пока ваша семья сможет въехать, и это очень сложно. Здесь все намного проще. Здесь вы можете сразу ходатайствовать уже на первом суде, чтобы ваша семья приехала. И вообще, американцы очень-очень хорошо относятся к этому. То есть, если вы приехали с семьей, если у вас есть кто-то в США, это только плюс для вас. Это может быть брат, сестра, бабушка, дедушка, неважно, друзья. То есть, этот момент, он приветствуется. Ну и самое главное, вас отпустят сразу, если вы приехали с маленькими детьми. Я не видел никого с маленькими детьми, их отпускают сразу. А есть какой-то определенный возраст, до 10-12-14? Я думаю, что до 15 лет, до 14 лет без проблем можно выйти сразу. То есть, нет такого, что там дети, этого не было. Ну и, кстати, беременные. Если у вас беременность, естественно, вас никто не будет держать там. То есть, вариант хороший, вариант работающий, сам на себе проверил. И, попадая туда, вы будете доказывать обратное, чтобы вас оттуда выгнали. Они будут доказывать, чтобы вас оставить. То есть, закон построен так, что если вы хотя бы одно слово сказали о страхе, все, вас будут за вами, вас вцепятся руками, скажут, нет, мы будем держать вас до упора, мы вас не отпустим. Вы нам нужны, мы за вас боимся. Потому что именно США рефицировали закон Декларации о правах человека. И у них это работает просто, это фантастика. У них вот эти нормы права, они у них просто работают. Они работают, действительно. Я увидел, как это делается. Я увидел, как это работает изнутри. Итак, ребята, подписывайтесь на наш канал, находите на наш сайт, на наши три сайта. Подробности под нашим видео. Приезжайте в наш офис. Кстати, видео мы делаем в нашем офисе в Москве. В ближайшее время мы будем делать представительство в Киеве, в Украине. Ну и удачи вам в эмиграции, да? Да.